Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить Алексея Михайловича за предоставленную возможность выступить на этом конгрессе и также за великолепную организацию. Я извиняюсь, мои слайды будут на английском языке, но я буду читать доклад на русском. Я предполагал, что мои коллеги будут здесь, и в качестве уважения к ним я сделаю на английском языке в Союзе. Мне, в принципе, проще сделать на английском в качестве детей. Вчера Данила, одна часть из его выступлений была посвящена потенциальным врагам, хирургам. И мне развлекает это дело, и я, в свою очередь, считаю, что анестезиолог, может быть, врагом он, может быть, и помощником, может быть, и членом команды. И поэтому мы рассмотрим в дальнейшем нашей беседе, каким образом населок может быть вашим помощником и коллегой. С чего начинается путь пациента и в операционную? Он начинается с обследования пациента перед операцией. Обследование пациента перед операцией изменило сам ход операции, в первую очередь, потому что мы добились снижения риска отмены операций, это самое неприятное, снижения риска госпитализации пациента в реанимацию, что тоже накладывает определенные трудности, не всегда есть койки в реанимации до больших проблемах, и также улучшает общее впечатление пациента в ходе всего процесса лечения. Оценку состояния пациента проводят, как правило, сестры, либо врачи первого года, это интерны. Они заполняют определенную форму, принимая историю болезни во внимание обследования пациента, анализы крови, ЭКГ, и также им выдаются информационные листки пациента. Мешается вопрос о необходимости коррекции анемии, корректного дисбаланса питания. И на этом же этапе определяется, нужно ли отправить пациента на анестезиологу, на так называемую клинику, предоперационно-силуистскую клинику, ведется нами ежедневно, несколько пациентов осматриваются анестезиологом за несколько недель до операции. В этом случае мы оцениваем, можно ли пациента, во-первых, готов к операции сегодня, а если нет, то можно ли его оптимизировать таким образом, то есть с точки зрения его средств, то есть системы и прочих систем. То есть здесь также мы выдаем информацию по предполагаемому методу обезболивания и получаем согласие у пациента на определенные обезболивания и ведение пациента. Также мы хотим упоминять рисков конверсии в общую, по открытую операцию. В этом случае наши подходы могут измениться с точки зрения анестезиологии. То есть также многодисциплинарный подход, как и в хирургии, когда создаётся кознамок в хирурговой команде, так и здесь мы подключаем астезиологов, хирургов, кардиологов, респираторных терапевтов. Ясно, что риски увеличиваются с пожилым возрастом, население стареет, увеличивается частота селечественных заболеваний и увеличивается частота ожирения. Вот такую форму заполняет медсестра, либо интерн. У меня есть CD-формы, я их потом провалю вам передам, и посмотрите. Где, начиная с историй, прошлых анестетиков, всех препаратов, которые он принимает, все аллергии, посистемный подход. Ну, она из восьми страниц, если. Одним из разделов, к примеру, вот с абтракцией во сне слип-акуму. Есть определённая шкала, шкала сомлевости, скажем так. И она частью является, частью обследования медсестры или интерн. То есть, довольно часто мы диагностируем абтракцию сомлевого во время сна, во время осмотра. То есть, для этого пациент как бы небольшого внимания, и его семейный врач тоже на это небольшое внимание. Такие пациенты для утеплённого подхода. Ну, и завершающие, так сказать, резюме этой формы, это готов ли пациент для хирургии, для операции, требуется ли мнение анестезиолога и план лечения. Пациенты получают довольно большое количество информационных листовок. Почему? Потому что доказано, что пациент усваивает около 10% информации, которую вы ему скажете во время клиники, во время вашего осмотра. Как правило, у него остается масса вопросов, которые они либо не решаются задать, либо они просто считают, что они не хотят беспокоить врача, всякая ерунда. Поэтому мы выдаём такое большое количество информационных листовок по многим разделам, включая, например, анестезиологии, анестезические разделы, использование эпидуральной. Ваша анестетика, эпидуральная анестезия, спинальная анестезия, бездворивание после операции, вот они такие в компактной форме, написаны довольно простым языком, адаптированным к населению. Он не медицинский язык, то есть он менее медицинский, он более доступный. Доказано, что население имеет определённую степень восприятия в зависимости от региона, в зависимости от близости к культурным центрам. Например, в основном, что наше население в Космосе имеет уровень восприятия 10-летнего ребёнка, поэтому нужно заказать объяснение на этом уровне. Идётся скрининг на нечувствительный к нецелиному золотистый светолокок. Если он диагностируется, то пациентам выдаётся мешочек с шампунем и с мазью для носа. То есть они используют это, и им даётся информационный рестолк. Также даётся напоминание прекратить приём аппаратных препаратов в зависимости от пациента. В этом случае, какой педагриль. Может быть, какие-то гипотензивные препараты, гипитры, ацетил, анкетензим, предвертирующая энзима и так далее. В чём же особенность минимальной энзимной хирургии в точке зрения ацезиолога? Конечно, увеличивается сельскохидистический стресс. Процедура длительная, особенно в начале становления в вашей клинике. Эффекты пневмоперитуниума, позиционирования пациента, кровоток в кишке и оксигенация, менеджмент внутривенной терапии, обезболивание и отдельный настоящий вопрос – это отдалённые метастазы или повторное возникновение опухоли. Как населок может повлиять, кроме того, что он занимается решением кроссвордов в ТАИМС, он может как-то повлиять тоже на ход восстановления пациента. Положение пациента довольно нефизиологичное. Как вы уже видели, это ампуляция стола. Все мы… эти фотографии взяты из доступного источника. Соответственно, снижение функциональной статусы ёмкости лёгких, нарушение соотношения вентиляции и перфузии, движение лёгких и трахии, то есть риск эндопрохиальной интубации. В этом случае, если изначально снижение, допустим, проверил положение пациента трубки, то со смещением положения на столе, смещение пациента и пневмоперитония трубка может оказаться в правом главном бронхе. То есть очень важно проверить после позиционирования пациента, чтобы вентиляция всё ещё продолжает нормальную, сохранять нормальную вентиляцию. Места давления – это руки, как правило, вдоль туловища, они завёрнуты. Тщательно проверяются все линии инфузионные, то есть они, как правило, снаружи располагаются, потому что иначе длительное давление может привести к порезам. Риски скользания, падения на пол, специальный матрас мы используем, я дальше его покажу. Ну и также увеличение внутричерепного давления, описанные риски отёка мозга после операции. В нижней конечности положение также не очень физиологичное, риск ишемии, и описан развитие компактного синдрома после операции. Мы используем вот этот матрас с вакуумным устройством. Принерно просто использование, но просто он располагается под пациентом, ничего больше, никаких простыней на нём нет, то есть кожей, контакт с этим матрасом. Про устройство для удержания ног я уже рассказал, то есть внимание перфузии в ногах и положение пациента, регулярция. Что касается мониторинга, то есть определённые рекомендации Ассоциаций Носилок и Великобритании, они вышли в четвёртые здания 2007 года. Это те стандарты, мониторируемые, без которых мы не можем анестезировать ни одного пациента с точки зрения общего, я говорю про общую анестезию. То есть это вот стандартный мониторинг. Плюс экстрамониторинг, который возможно применять по определённым клиническим показаниям. Чем дальше прогрессирует Ассоциаций, тем большее количество параметров и данных, которые на время нужно оценивать. Здесь представлен монитором селечесосудистой, он же включает в себя сатурацию кислорода, он же включает в себя электроэнцефалогографические данные, без мониторинга, температура, артериальное давление. Тут же вентиляционные параметры на вентиляторе и инвазивный топливовский монитор с сердечным выбросом, пищевые топливы. То есть довольно много параметров, которые применяются, довольно с момента. Что мы используем с точки зрения вентиляции? Здесь сложно с точки зрения подхода, поскольку мимоперитоним нарушает вентиляцию. Мы стараемся использовать вентилятор с регуляцией павового давления, мы считаем он более физиологичный, но в то время, который выдает объем, который вы задали. То есть это как бы комбинация двух методик. Ну плюс давление в конце выдоха тоже положительный сходится. Выбор анестетика зависит от анестезиолога. Естественно, это очень анестезия, поскольку операции длительные и некомфортные для пациента. То есть либо ингаляционная, либо тотальная антриверная анестезия, плюс либо спинальная, либо эпидуральная анестезия. И ингаляционно с этим мы используем дистилерант, яймейкеры и стеслородов, и с воздухом. Я уже сказал, что мы используем вентиляцию по давлению, которая более физиологична, в сравнении с вентиляцией по объему. Когда задается определенный объем, вентилятор вдывает, несмотря ни на что, несмотря на высокое давление в дыхательных путях, он бывает вдывает от объема. То есть пиковое давление в этом случае гораздо выше, и выше опасность баротравмы и сирисферических нарушений. Гиповентиляция. Резик высокого давления, высокий гипогитрикопней, изменения в сердечном образе и симпатическом рискном ответе. Агент ингаляционный дистилерант, я считаю, что он революционизировал восстановление пациентов. Это ингаляционный анестетик с очень низкой жирорастворимостью. Поэтому восстановление приводит очень быстрое восстановление пациента и минимальная аккумуляция в жировой ткани. К примеру, даже глядите...